всем привет меня зовут аня добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра в сегодняшнем видео будет достаточно необычный для моего канала контент и мне будет очень интересно узнать ваше мнение хотели ли бы вы видеть больше видео подобного рода или же нет в общем что я сегодня буду снимать сегодня хочу показать вам немножечко старого города старой риги первой половине дня я встречалась одной девушкой блогером мы посидели в кафе пообщались покушали в instagram уже конечно же вы видели детали нашей встречи наших посиделок ну а сейчас после кафешки я решила прогуляться по старому городу потому что прекрасная погода отличный теплый солнечный день подошла к стенду с янтарем такого рода стенды у нас в старой риге очень и очень популярны ну да это такой национальный шапка шарф ничего себе сколько такая стоит а какой материал у нее шерсть шерстяная да ну даже не чувствуется не совсем не колючая ну да потому что она мягкая 6 мягкая а вот эти вот сколько с оленями стоят вот эти 27 они так вот видите как а это как шапка и как шарф до одновременно а 27 с оленями до стоят они всем по 27 это тоже сервер ну я так и поняла да это носки а это 18 это тоже шерсть гольфы такие получается ну на подарок отлично кому-то да тоже в латвийском национальном круглый как я уже сказала ранее подобные стенды с различными украшениями из янтаря также серебряными украшениями серебро очень популярно в латвии опять-таки серебро ручной работы или же какие-нибудь изделия ручной вязки с национальным орнаментом таких стендов в старом городе очень и очень много и конечно же в основном они направлены на туристов и хочу вам сказать что туристы когда они есть они частенько у этих стендов скапливаются и что-то покупают и вообще если вы хотите купить сувенир и привезти что-то из риги из латвии то янтарь это такой знаете один из самых беспроигрышных вариантов но хочу обратить ваше внимание на пустую ригу да сейчас рабочий день примерно четыре часа и в городе практически нет никого для меня это очень и очень удивительно конечно все мы прекрасно понимаем с чем это связано ситуация сейчас не только в стране ну и во всем мире такая что туристов практически нет в обычное время рига в сентябре и в октябре даже в декабре когда у нас уже открывается большое количество рождественских ярмарок рождественских рынков туристов у нас изобилие в старом городе но сегодня показываю вам ситуацию как она есть сейчас нахожусь в самом сердце старой риги и вот у нас еще открытые террасы открытые уличные столики потому что в этом году сентябрь выдался неимоверно теплым не характерным весна была холодная май был очень холодным я помню в мае я ходила еще в зимние куртки и как я и предполагала все-таки тепло немножечко переместиться переместиться на осень так и произошло первая половина октября тоже у нас очень и очень теплая была его только сейчас начинаются такие вот уже по-настоящему осенние холода видите мужчина вообще в майке с коротким рукавом иду по классической брусчатке и вообще на будущее всем будущим туристам хочу сказать что если вы планируете приехать старую ригу и погулять здесь то остерегайтесь не надевайте обувь на большом высоком каблуке особенно шпильки потому что на шпильках в старом городе ходить практически невыносимо очень сложно сейчас я иду по классической узкой улочки старого города сразу вспоминается мне песня ночью в узких улочках риги знаете в эту песню нет но в общем до такого рода улочки у на старом городе конечно же распространены и они притягивают внимание туристов в обычное время конечно сейчас туристов нет прохожу магазин стендерс это косметика для ванны то есть там продаются различные шарики для ванны мыло ручной работы шампуни гири для душа сейчас магазин пустует там сидит продавец продавщица и рассматривает свой телефон потому что покупателей практически нет в принципе этот магазин достаточно популярен опять-таки среди туристов тоже потому что там все очень красиво упаковано продукция неплохая это наша местная латвийская продукция но цены там далеко не дешевые и я за своей аллергии конечно же не могу больше пользоваться данной продукции потому что они все пахнут очень и очень ярко и на данный момент я не могу себе позволить вот такие вот благовония но опять таки есть очень большое количество любителей прохожу еще один магазин сувениров у входа стоят такие интересные девушки сделанные из сена которые разодеты в латвийские национальные костюмы также эти девушки привлекли внимание двух женщин которые с ними решили сфотографироваться но в общем смотрите магазинчик достаточно интересный хочу вам показать достаточно тоже типичные сувениры рижского характера но данный магазин мне понравился больше потому что здесь можно купить что-то такое знаете более практичное для дома для быта также понравились вот эти речь резные деревянные часы мне кажется что они действительно могут быть интересным красивым и также нужным сувениром вот показываю вам вход этого магазина опять-таки магазин рассчитанный на туристов магазин на данный момент пустует написано что да это традиционные латвийские сувениры также вот такие вот домики которые некоторые из них точь-в-точь отражают это точная копия домиков старого города зданий старого города здесь есть и дом черноголовых и различные другие популярные здания выполнены они из глины и это ручная работа мне кажется вот такой вот домик это прекрасный сувенир который можно поставить где-то в сервант и он вам будет напоминать о вашей поездке в ригу сейчас мы вышли на главную площадь старой риге это домская площадь и хочу вам показать домский собор знаменитый домский собор который великолепно смотрится на фоне голубого неба на вершине золотой петушок именно здесь на домской площади начиная с ноября и по январь проходит главная рождественская ярмарка а точнее главный рождественский рынок города риги здесь конечно безумно красиво играет рождественская музыка сюда можно прийти покушать и выпить чашечку какао или чего-то покрепче также присутствуют карусели различные увеселительные программы для детей и это такой аттракцион который является притягательным не только для туристов когда они имеются опять-таки подчеркиваю это но и также для самих рижан и жителей других городов латвии ну я была бы не я конечно себе я не зашла и не купила водички забыла сегодня взять с собой бутылку воды поэтому решила прийти в киоск и исправить положение вы знаете как сильно я люблю воду и всем рекомендую пить конечно же в разумных количествах вот купила себе 075 негазированной минеральной воды ну что мы продолжаем нашу прогулку по старой риге народу вроде бы немножко по прибавилось дело в том что в это время уже многие школьники и студенты и даже некоторые люди кто работают заканчивают свои занятия или заканчивают свой рабочий день проходим сейчас ресторан который называется огле это гриль бар в котором мы кстати с мужем неоднократно обедали это неплохое место можете взять себе на заметочку если вы планируете посетить ригу там не дешево но достаточно вкусная еда интересное оформление и также приятная атмосфера конечно вот эти террасы которые мы сейчас с вами наблюдаем а хотела вам показать также церковь святого петра но мы еще на нее посмотрим с более удачного ракурса вот эти террасы уже в скором времени закроются открываются они у нас примерно с мая и работают где-то по октябрь конечно тоже зависит от погоды от температуры вот посмотрите показываю вам еще раз собор святого петра который притягивает взгляды огромного количества людей вы можете я не знаю как сейчас но в обычное время вы можете заказать экскурсию и не только посетить данные собора но и подняться на башню с которой открывается великолепный вид не только на старый город но и практически на всю ригу в целом вы действительно потрясающе я помню мы еще со школьной экскурсии ездили в старую ригу поднимались на башню домского собора и на меня это произвело действительно произвело впечатление потому что вид действительно открывается роскошный становится более людно мы с вами приближаемся главному рижскому универмагу который называется галерея центры и проходим кафешку который называется кофеин это такая студенческая кафешка как правило вы можете там увидеть огромное количество студентов которые за чашкой чая собираются обсуждают какие-то проекты многие приносят с собой аппаратуру ну например ноутбуки компьютеры и работают в этом кафе там уютно прикольно такая знаете нестандартная неформальная достаточно расслабленная атмосфера и вот галерея центры я очень люблю этот универмаг потому что он содержит в себе большое количество магазинов основан он в тридцать восьмом году в 1938 году и данный универмаг является не только центром шоппинга но также и определенным местом встреч многие люди которые хотят встретиться и погулять в старом городе собираются именно около главного входа в этот универмаг ну что ребят наша прогулка по старому городу подошла к концу я очень надеюсь что вам понравилось видео такого формата для моего канала это совершенно новый формат поэтому я вам буду очень благодарна если вы оставите свой фидбэк оставите свои ощущения хотите ли вы видеть подобного рода видео более часто на моем канале или вам это видео не зашло буду рада любому мнению спасибо большое что посмотрели это видео подписывайтесь на мой инстаграм если хотите за мной следить на протяжении каждого дня я вам хочу пожелать всего самого хорошего крепкого здоровья вам вашим близким увидимся очень скоро следующее видео пока